Они знают где покупать. Сеть комиссионных магазинов Титан для всех и каждых. Оказалась под гипнозом жительница Кирова и отдала мошенникам 94 тысячи рублей. 57-летняя дама общалась по телефону с мужчиной, который представился сотрудником банка. По словам потерпевшей, она не хотела с ним говорить и не хотела называть номер банковской карты, но все произошло само собой. В итоге после разговора пострадавшая от магических чар телефонного мошенника обратилась в полицию. Потерпевшая Вероника на пенсии и, судя по всему, еще и на самоизоляции. Сначала женщина не хотела по телефону общаться с незнакомцем, особенно когда он попросил назвать номер банковской карты. Настойчивость молодого человека и правдоподобный номер заставили женщину поверить телефонному мошеннику. В итоге она согласилась назвать не только номер карты, но и три цифры с обратной стороны карты, а также все пароли, которые приходили в СМС. Я знаю, что последние цифры говорить нельзя. Я это прекрасно знаю и ему называю. Даже после списания мошенник не отключался. Успокаивал 57-летнюю даму. Обещал, что деньги ей вернут. Эти списания – это просто временная необходимость. Но вы не расстраивайтесь. Все, вы успокойтесь. Сейчас эти деньги вам вернутся на счет. Я с ним разговариваю, я соображаю, что неправильно делаю, но ничего с собой поделать не могу. Я говорю и все. Вот рассказываем свои данные карты. Ну, как под каким-то гипнозом. В итоге своеобразный сеанс гипноза стоил недешево. Мошенник с помощью своих магических чар списал с карты пенсионерки 94 тысячи рублей. Когда женщина пришла в себя и поняла, что ее обманули, тут же побежала в полицию. Мошенники использовали так называемый подменный номер, что позволяет делать возможности современной IT-телефонии. В результате мошеннических действий у пострадавших было списано в общей сложности более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, проводятся расследования. По данным полиции, количество пострадавших от телефонных мошенников стремительно растет. Жителям Кирова нужно помнить не только о мерах дезинфекции от коронавируса, но и о мерах дезинфекции от подобных звонков. Самое простое средство – не разговаривать с мошенниками, а при необходимости заблокировать номер, с которого вам звонят. Михаил Вагин, место происшествия.